С 1935 года в России начали строительство надземных и подземных переходов. Мы давно привыкли к ним. Однако это советская градостроительная ошибка. Попробуем понять почему. Около 30% населения города составляет люди, которым тяжело ходить по лестницам. Среди них люди с детскими колясками, пожилые горожане и другие маломобильные жители города. Недоступность городской среды вызывает у них чувство неполноценности и ведет к социальной изоляции. Когда необходимо перейти широкое шоссе, конечно, нам приходится использовать переходы и терпеть лестницы. Но на городских улицах следует устанавливать светофоры, чтобы люди могли беречь свои силы и время. Более того, подземные переходы в жилых районах и в центре города не только портят жизнь пожилым людям, они еще и опасны. Причина проста. Люди выбирают самый короткий и удобный путь, нарушая правила дорожного движения. В итоге возрастает риск ДТП, ведь водители не ожидают увидеть пешехода в неположенном месте. Существует мнение, что светофоры усложняют поездку на автомобиле. Да, это так. Но удобство города для пожилых людей и мам с колясками стоит такой жертвы, как минута ожидания на светофоре. В свою очередь, пробок из-за пешеходных переходов не прибавится, так как они возникают из-за бутылочных горлышек на дорогах и неотрегулированных светофоров. Города нужно строить так, чтобы они были удобны для всех. В первую очередь, для пожилых и слабых. В таких городах не должно быть подземных переходов. Каждый новый подземный переход – это ухудшение жизни для ваших родителей, дедушек и бабушек. И для вас. Вы тоже состаритесь.